Добрый вечер! В эфире Мир Дэнди! А вместе с ним и видеоприставок Sega, Dendy, Game Boy и Super Nintendo А еще игры, о которых вы давно мечтали И так мечты сбываются В эфире Мир Дэнди! Я люблю тебя, и это выглядит так красиво! Сейчас я с тобой буду играть Возвращение джедая А что, он разве куда-то уходил? Конечно! Иначе откуда бы он возвращался? И куда же он вернулся? В фирменные магазины Дэнди Где и можно купить картридж С этой замечательной игрой Итак, коварная империя нанесла ответный удар Его последствия оказались просто ужасными Судите сами Легионы имперских штурмовиков Уничтожили секретную базу повстанцев На ледяной планете Ход Лучший боец сил сопротивления Хан Соло Томится в плену кровожадного чудовища Джаббы Командующий военными силами империи Лорд Вейдер Отрубил лазерным мечом джедая Кисть руки главному действующему лицу игры Люку Скайуокеру А в это время в космосе завершается строительство новой звезды смерти Да, ответный удар обернулся для повстанческого движения чуть ли не смертельным нокаутом Как раз самое время взять в руки джойстик и расхлебать заварившуюся кашу Иначе сотням свободных народов галактики грозит порабощение и гибель Ваша задача освобождение Хана Соло По нелепой случайности Хан угодил в лапы Джаббы Верного союзника императора Бросать своего товарища в беде нехорошо И вот Люк Скайуокер, принцесса Лея и Чуи Отправляются на планету Татун Выручать своего друга На первом уровне игры вам предстоит пилотировать скоростную ракету на воздушной подушке Принцип управления предельно прост После бешеной гонки по песчаным дюнам наши герои попадают в горы Татун Это второе и последнее препятствие перед дворцом злодея Джаббы Преодолеть его будет очень непросто На этом этапе игры вы можете выбрать одного из трех персонажей Люка, Чуи или принцессу Лею На мой взгляд, самый сильный боец Люк Скайуокер Поэтому я выбираю его и отправляюсь в путь Город Татуна очень негостеприимное место Жуткие чудовища, огромные хищные птицы, камнепады и зубучие пески Опасность подберегает на каждом шагу Просто боюсь думать о том, что случилось бы с Люком, не будь у него лазерного меча А то, что у Люка вместо правой руки электронный протез ничуть не отразилось на мастерстве, с которым он владеет своим мощным оружием На каждом уровне игры встречаются бонусы в форме небольшого герба войск сопротивления Сто собранных бонусов дают одну дополнительную жизнь Также вы можете найти уйму полезных вещей Во-первых, это, конечно же, сердца, восстанавливающие жизненные силы Лазерный меч джедаев – очень полезная находка Переливающиеся красные шары дают на некоторое время энергетическую защиту Прозрачные шары зеленого цвета восстанавливают энергию Люка После запутанных горных лабиринтов Люк попадает в дворец Джаббы Это уж точно настоящее злодейское логово, полное хитроумных ловушек и коварных монстров Итак, мы находимся в самом сердце замка, где злодей Джабба скрывает пленного хана Солона На этом уровне игры будьте очень внимательны, так как иногда противники возникают прямо из-под земли В левом верхнем углу экрана расположен индикатор жизненной энергии, а также количество оставшихся жизней За каждого убитого монстра вы получаете призовые очки, подсчет которых ведется в центре игрового экрана Я решил, что Люк, который прекрасно справился со своей задачей на предыдущем уровне, может отдохнуть В бой с приспешниками Джаббы вводятся свежие силы в лице Чуни Для успешного завершения игры вам придется пройти 19 уровней, каждый из которых переполнен самыми невероятными приключениями и загадками Ну а в конце всех уровней вас будут поджидать лучшие бойцы Империи Даже и не надейтесь, что битвы с боссами окажутся легкими Вы столкнетесь лицом к лицу с уродом Джаббой, темным джедаем Лордом Вейдером и, наконец, с самим Императором Фирма LucasArts Entertainment очень хорошо известна всем знатокам компьютерных игр Она является обладателем авторских прав на знаменитые фильмы Джорджа Лукаса «Звездные войны» Эта фирма производит прекрасные игры на сюжетах и на сериалах Теперь у всех владельцев Супер Нинтендо появилась возможность познакомиться с высококачественной продукцией фирмы LucasArts Entertainment Но при одном условии, что вы купите картридж в фирменных магазинах Дэнди Семен, в этой игре есть два основных героя Люк Скайуокер и Хан Соло Какой из них нравится тебе больше? Ты никогда не догадаешься Это моя тайна Ну ладно, я скажу тебе по секрету Мне нравится принцесса Лея I love you and it feels so good Вот уже в который раз наша старушка Земля подвергается смертельной опасности Кто придет на помощь и отвратит нависшую угрозу? Ну конечно же отряд боевых роботов Да Для могучих титанов будущего появилась новая работенка Действие происходит в 21 веке Рост численности населения привел к полному истощению ресурсов Земли и нехватке жизненного пространства Эта критическая ситуация заставила все ученые умы человечества работать над проблемой колонизации других планет Солнечной системы Появилось новое направление науки, получившее название экзотехнология Ученые-экзотехнологи изучали возможность трансформации природной среды близ лежащих планет Марса и Венеры К счастью, работа ученых увенчалась успехом Человечество приступило к заселению других планет Солнечной системы Это событие в корне изменило все общественные отношения Во избежание беспорядков была создана новая мобильная служба безопасности Эксос-кват Основной боевой единицей этой службы стали отряды бесстрашных пилотов боевых машин-роботов Они обеспечивали законность и порядок во всех земных колониях Покорение человечеством других планет дало новый импульс к развитию генетики В результате многочисленных опытов ученым удалось создать новую расу людей Стойких к суровым условиям жизни вне Земли Эта раса получила название Нео-сапиенс Ее представители отличались огромной физической силой И были более выносливыми, чем обычные люди Человечество всеми силами пыталось установить равенство между двумя расами Но этого оказалось мало Нео-сапиенсы стали считать себя хозяевами галактики И развязали войну Единственной надеждой людей Земли в этой войне Стали боевые отряды службы Эксо-сквар Такова предыстория этой замечательной игры Которую вам предстоит управлять одним из таких отрядов Он состоит из трех роботов Каждый из которых предназначен для выполнения определенной боевой задачи Во-первых, это уничтожение роботов противника Во-вторых, захват вражеских районов И, наконец, подавление воздушной обороны неприятелей Таким образом, Эксо-скуад представляет из себя редкое А самое главное, удачное сочетание аркадных уровней Поединков один на один И имитацию воздушных боев На мой взгляд, авторам игры особенно удались уровни На которых вам придется сражаться с боевыми роботами Нео-сапиенсы Существует множество комбинаций клавиш Позволяющих проводить самые разнообразные удары Локтем, коленом, удары в прыжке и из положения лежа Аркадные же уровни удовлетворяют самых требовательных игроков База противника полны всякой смертоносной техники А в конце уровня тебя встретит вооруженный до зубов босс Может быть, он и не так подвижен Но его броня способна выдержать множество прямых попаданий А ответный огонь настолько силен Что запросто разнесет твоего робота в клочья Только успевай уворачиваться Графика игры просто великолепна Перед вами предстанут величественные инопланетные пейзажи Военные базы и научные лаборатории Звуковое оформление тоже оказалось на высоте Выстрелы, скрежет металла, дрохот шагов Создают ощущение, будто все происходит на самом деле Я уверен на все сто, что эта игра понравится всем фанатам игровой системы Sega Но хочу открыть вам маленький секрет Для того, чтобы получить полное удовольствие от этой игры Вам необходимо приобрести лицензионный картридж Который вы можете купить только в фирменных магазинах Dendy Очередное торжество легированной стали и титановых сплавов состоялось Журнал Dendy. Новая реальность. Путеводитель по играм Это как большая энциклопедия, где важен каждый том Ведь ты не знаешь, какой картридж ты купишь завтра Четыре тома у меня уже есть I love you and it feels so good Герои следующей игры — джипы-вездеходы В их жилах течет не кровь, а бензиномашинное масло Но за победу они сражаются как живые А победа достанется самому быстрому и крепкому Именно крепкому Потому что монстр трекборс — это гонки на выживание Действие этой игры происходит на гоночных трассах в разных городах Соединенных Штатов В соревновании принимает участие шесть джипов Гонка состоит из двух этапов Первый заезд нужен для того, чтобы выявить четырех счастливчиков Которые примут участие в основной гонке У тебя есть три попытки, чтобы выиграть эту гонку И занять одно из четырех финальных мест Если все эти три попытки закончились неудачей, ты не получишь призовые очки и денежное вознаграждение Как и во многих гоночных играх, деньги имеют здесь большое значение Многочисленные столкновения с соперниками, крутые повороты и другие препятствия сильно повреждают твой автомобиль После каждого заезда тебе придется посещать механик И за круглую сумму ремонтировать четырехколесного друга Ну а если ты сумел накопить достаточно денег, можешь истратить их на приобретение нового двигателя или резины В таком случае твои шансы на победу резко возрастут На каждой трассе есть места, где собраны легковые машины Обратите на них особое внимание Эти автомобили содержат в себе очень полезные вещи Например, небольшие денежные призы Я обязательно посвящаю один из заездов сбору денежных бонусов Если повезет, можно получить большую сумму Я уверен, что эта игра придется по вкусу всем любителям острых ощущений Вы можете испытать себя в самом безумном спорте 20 века Причем не рискуя собственным здоровьем Ну и, конечно же, не лишним будет напомнить о том Что необходимо покупать только лицензионные картриджи Которые вы сможете найти лишь в фирменных магазинах Дэнди Андрей, я понял основной принцип этой игры И какой же? Не уверен, не обгоняй Теперь я решил вести здоровый образ жизни Каждое утро бегаю трусцой А маршрут моих пробежек лежит через фирменные магазины Дэнди Красная Пресня 34, Петровка 12 И переход метро, Театральная ГУМ I love you and it feels so good Семен, что бы ты делал, если бы у тебя была одна нога? Не хочу отвечать на такой вопрос Вот видишь, ты разозлился А что оставалось сделать одноногим героем нашей очередной игры? Какой еще игры? Фронтик Фли Каких только странных существ не встретишь в космосе Есть среди них до ужаса отвратительные, но иногда попадаются даже очень милые Раса существ, зовущих себя инсайдесами, можно сразу же, без особых размышлений, отнести к первой группе Эти злобные и агрессивные создания посвятили свою жизнь одной цели Искоренение всех братьев по разуму, имеющих две или более ноги Надо ли теперь говорить, что у самих инсайдесов нагата была только одна? Но это им ничуть не помешало покорить множество планет на бескрайних просторах галактики И вот однажды разведывательный корабль инсайдесов натолкнулся на маленькую мирную планетку Жители которой, о ужас, имели не только две ноги, но еще четыре руки Больше всего они были похожи на обычных муравьев Подобное открытие повергло одноногих разведчиков в состоянии тяжелого шока Они снарядили в полет огромный космический корабль со страшным названием «Разрушитель» Командовал разрушителем злой барон Вон Шпиц Получивший задание стереть с лица планеты ее двуногих и четырехруких обитателей Атака была проведена по всем правилам военного искусства Одноногие солдаты схватили всех жителей планеты и упрятали их в череве разрушителя Все бы кончилось ужасно для несчастных муравьев, если бы не тот факт, что инсайдесы пропустили одного из них И не простого, а настоящего супергероя – Франтика С наступлением ночи он пробрался на борт разрушителя Это было не так сложно Маленький рост Франтика позволил ему успешно миновать все электронные системы защиты космического корабля Но его следующей задачей стало освобождение своих пленных соотечественников В своих поисках Франтик забрел в лабораторию, полную всевозможных приборов На одном из них красовался ярлык с необычным названием – Энерматрон Недолго думая, вернее вообще не думая, Франтик включил эту машину Вот тут-то и произошло самое невероятное Под воздействием излучений рост Франтика увеличился, и он превратился в настоящего супер-муравья Теперь у нашего героя появился шанс выйти победителем из схватки со злодеями А удастся ли ему спасти своих маленьких собратьев, зависит только от вас Вот такая длинная история Франтику предстоит последовательно пройти шесть игровых зон Каждый из которых, в свою очередь, состоит из трех уровней Чтобы попасть с одного уровня на другой, нужно собрать определенное число потерянных малышей И найти нужную дверь, ведущую на следующий этап Она откроется автоматически, если Франтик придет к ней в сопровождении достаточного количества своих собратьев Не забывайте, что на каждом уровне игры отводится свой лимит времени И его отсчет ведется на небольшом циферблате в нижней части игрового экрана Там же отражается количество оставшихся жизней и число найденных муравьев И каждый уровень станет настоящей проверкой вашей ловкости и смекалки Мне всегда нравились муравьи Почему? Почему, почему? Потому что санитары леса I love you and it feels so good А теперь мы будем играть в игру под названием Великий священник темных сил Ой, что-то мне не хочется, устал я как-то, да и вообще Да, название этой игры не очень располагает, но сама она не стала от этого хуже Сейчас убедишься Теперь я решил окончательно После школы обязательно выучу китайские и японские языки Иначе рассказывать что-либо о большинстве игр для приставки Дэнди Просто не представляется возможным Хорошо, что у этой игры такое емкое название Дающее почву для самых необыкновенных фантазий Вот я и попробую, с вашего позволения, немножко пофантазировать Итак, в некотором царстве и государстве жил великий чародей И был он одержим жаждой безграничной власти над всем людским родом Для достижения этой цели он призвал на помощь хозяина тьмы и его несметные полчища Просьба волшебника была услышана И зло стало расползаться по земле, подчиняя себе все свободные народы А земным наместником сил зла стал тот самый волшебник Только теперь его уже называли великим священником темных сил Но, как говорится, нашла коса на камень Отважный и благородный рыцарь бросил вызов великому священнику Он пробрался в самое логово тьмы и вступил в неравный бой со слугами ада Скорее всего, он даже и не подозревал, в какую тяжелую битву ввязался Но отступать некому Только победа принесет долгожданную свободу, восстановит мир и справедливость Вот такая получилась у меня история Возьмите картридж с игрой Great Devil Price И сожмите в руках испытанный в тяжелых боях джойстик Верьте в себя Крепче сожмите в руках меч Из старой доброй стали Воспряньте духом И тогда никакие козни темных сил Вам не страшны Супер Нинтендо Настоящее японское качество Технология, не имеющая аналогов Супер игра, в которой ты повелитель Будь хозяином новой реальности Уже сегодня в магазине Денди по всей стране Совершенная игровая система Супер Нинтендо Ну что, Андрей? Кажется, игра удалась? Да, сегодня мы наигрались в волю Это точно До новой встречи В мире Денди Субтитры сделал DimaTorzok